Звонко капают капели возле нашего окна. Птички весело пропели, чиф-чиф-чиф, пришла весна. Этот веселый стишок из моего детства то и дело приходит на ум, когда я смотрю в окно или прогуливаюсь по улицам города. И пусть капель иногда замерзает в полете, а птички порой ежатся от холода. Такая она, северная весна. Но солнце ласковое, нежное, а главное, неотвратимо отвоевывает позиции у зимы. Ну а дополнительным источником тепла для вас станет наша программа. Здравствуй, республика! В эфире Студия 11 мы начинаем. Что интересного нас сегодня ждет, расскажу прямо сейчас. Мастера и мастерицы. Чем поразила главная художественно-прикладная выставка года? Печорская зорница. Как в этом году пройдет военно-патриотическая игра? Изгиб гитары желтой. О чем поют современные барды? Таланты со всей республики попытали свои силы на традиционном конкурсе «Мастер года». В стенах Национального музея можно было увидеть все от ватной игрушки до одежды. Кто же стал победителем и как прошло закрытие выставки, расскажу в следующем сюжете. Стоит ли использовать дары современности в традиционных формах искусства? Этот вопрос стал главным на 29-й выставке «Мастер года». Мир стремительно меняется, появляются новые технологии, методы обработки материала, да и само сырье можно брать уже в готовом виде, а не создавать его вручную. Подобные нововведения значительно упрощают жизнь рукодельников и сокращают время на создание нового произведения. Дизайнер Светлана Ваховская участвует в конкурсе уже во второй раз. В этом году мастерица попытала свои силы в номинации «Вязание крючком». Несмотря на то, что главные принципы ее творчества – натуральность и максимальное сближение с природой, от новшей в своей сфере девушка не отказывается. Более того, она уверена, что в любое традиционное искусство нужно привносить современные элементы. Так его можно сделать интересным для нового поколения. Традиции – это не обязательно то, что было 200 или 100 лет назад. И некоторые очень хотят сохранять даже в таких мелочах, как, например, сначала вырастить лен, потом соткать из этого льна. Но, кажется, зачем? Зачем, если есть сейчас другие технологии? Почему бы не пользоваться теми технологиями, как и есть? То есть мы же и не шьем вручную, мы пользуемся швейной машинкой. Как сейчас тоже на круглом столе было, мы не пользуемся ручной шлифовкой дерева, мы пользуемся шлифмашинкой. Почему нет? Это просто ускоряет труд, но остается все тем же самым ценным. Так считают молодые. А что же думают маститые мастера? Победительница мастера года 2008 Тамара Васильевна уже почти 30 лет творит в традиционной манере. Казалось бы, в ручном ткачестве просто нет места современным приемам. Хотя… Сейчас, слава богу, есть интернет, и что-то можно взять оттуда. Но я не копирую, конечно, но просто я смотрю технику. Впервые в рамках выставки отдельным блоком были представлены изделия народного мастера России Семена Ильича Аверина. Именно его именем названа премия правительства Республики Коми, которая по традиции вручается лучшему мастеру года по итогам главной региональной выставки. В этом году ее получила мастер росписи по дереву народной куклы и игрушки Наталья Мелешева. Очень приятно, что оценена заслуга меня как мастера и, конечно же, как преподавателя. Но я хотела бы сказать, что без моих наставников меня бы не было как мастера. И поэтому я хочу выразить большую и огромнейшую благодарность одному из моих наставников, когда я пришла работать в колледж культуры. Я несколько лет проработала с таким мастером, как Сердитова Тамара Власовна. Под эгидой Тамары Власовны возродилась, можно сказать, верхняя вычегодская роспись. Коим, да, я являюсь мастером. И Тамара Власовна является у нас как раз самым-самым мастером великим. Спасибо вам. Почти 300 художественных произведений и больше 100 авторов. Выставка открылась 3 марта и на ней побывало больше тысячи зрителей. А пока мастера думают, чем же удивить посетителей и жюри в следующем году, давайте пожелаем им творческого успеха. Тем более региональная выставка 2023 года станет юбилейной, 30-й. Правила этой игры разработала учительница Зоя Кротова из села Мыса Пермской области. 23 февраля 1964 года провели первые состязания совместно с военными. Но статус всесоюзной военно-спортивная игра «Зорница» получила тремя годами позже. Цель игры – военно-патриотическое воспитание советской молодежи. Играют в «Зорницу» и сейчас. На днях свои умения и навыки проверила и проверяет прямо сейчас печорская молодежь. На связи с нами Евгений Ермилов, заместитель начальника управления образования Печоры и начальник печорского штаба юнармии. Евгений Вячеславович, здравствуйте! Добрый день! Вчера печорская «Зорница» стартовала. Чем порадовала участников она, так скажем, на медне и сегодня? Ну, вчера был очень насыщенный день. Мы проводили первый этап соревнований. В него входили сдача комплекса ГТО. Затем проходили соревнования по оказанию первой медицинской помощи, изучение страниц истории Отечества, огневой рубеж и строевой конкурс «Красив строю силен в бою». А сегодня? Сегодня у нас проводится второй этап «Меткий стрелок». Насколько я знаю, в Печоре «Зорница» проводится уже не впервые. Конкурс стал у нас уже достаточно традиционным. Уже есть свои определенные наработки. И каждый год мы проверяем что-то новое. Вот в этот год тоже не стал исключением. Расскажите, что же новенькое вы внедрили в этом году? Мы, начиная с прошлого года, активно включили в работу по подготовке участников соревнований старших их школьных товарищей. В частности, «Зорница» проводится среди учащихся пятых-седьмых классов. Мы привлекаем к подготовке команд, наиболее активную молодежь, это наша юнармия, более старших классов. Вот. Такой опыт, такая передача знаний и умений, она достаточно интересна. Это что-то такое хорошее и забытое, к сожалению, из советского прошлого, когда старшие товарищи помогают младшим. Такой опыт у нас уже был в прошлом году по подготовке к принятию клятвы юнармейцев. Это очень действительно интересный симбиоз взаимоотношений между, скажем так, младшими и более старшими их товарищами. И сегодня на соревнованиях, наверное, не меньше, чем участники соревнований волнуются их наставники. Что ждет победителей «Зорницы»? Есть ли какие-то планы, может быть, взорниться на межмуниципальном или региональном уровне? Ну, победители, естественно, ждут призы определенные, грамоты. Будем поощрять ребят. К сожалению, в силу скудности, скажем так, финансирования, вот, наши ребята, именно победители участника, победительницы, победители «Зорницы» не смогут принять участие в региональных соревнованиях, но вот ребята более старших классов, участники конкурса «Победа», однозначно осенью, в сентябре поедут в республику и будут там показывать свои знания, навыки и умения. И это прекрасные новости. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. Удачи вам! Спасибо, вам тоже всего хорошего. До свидания. В следующий раз на сцене встретились авторы из Сыктывкара, Воркуты, Сыктывдинского, Сысельского, Усть-Куломского, Ижимского и Усть-Цилимского районов. И, к слову, с этого года фестиваль получил статус события республиканского уровня. Северин Арпа пообщался с одним из участников Бардовского фестиваля. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, каким получился этот фестиваль в этот раз? У фестиваля есть свои, безусловно, особенности. Он, например, изначально, появившись в городе Печора, имел такую свою определенную черту. Очень было много всегда авторов на этом фестивале, что его очень сильно отличало от остальных, потому что в большом, таком, широком смысле фестивали собирают в основном исполнителей авторской песни. И это конкурс исполнительского мастерства в своем роде. Здесь было довольно-таки много авторов всегда. И в этом году, как он стал республиканским, получил новый статус, как-то он больше собрал, наверное, даже коллективов исполнителей. И вот эта сторона исполнительская, она была усилена. О чем пишут современные авторы-исполнители, какие, может быть, основные темы можно выделить? Авторы по-прежнему очень даже лиричны. И очень много, конечно, уделяется в этом смысле теме, внимание, теме любви, теме природы, любви к родине в том числе, да, то есть в широком смысле любви. Ну, а если говорить про исполнителей, то вот, наверное, особенность, которую я заметил, как член жюри на этом фестивале, это то, что очень много лирики, такой вот прям упор на лирику, что ли, пришелся. И, ну, к сожалению, стало меньше юмористических песен. Это, конечно, минус. Хотелось бы, чтобы их было побольше, чтобы мы побольше смеялись. И, конечно же, про критерии оценки, потому что жюри наверняка пришлось подумать, так сказать, покумекать, кому какие места и призы отдать. Ну, я скажу так, самое простое – это исполнять песню под гитару в одиночку. Меньше всего критериев оценки оценивается именно, как человек подает песню, как он владеет инструментом и своим собственным голосом. А вот если говорить про авторство, все сложнее, прибавляется текст, прибавляется поэтическая оценка. Здесь уже автор оценивается именно как автор слов и музыки. То есть он раскладывается еще на композитора и поэта. Ну и также с коллективами. К той самой оценке исполнительского мастерства добавляется слаженность коллектива. То есть оценивается то, как он на сцене вместе выступает всей своей массой, так сказать. В этом году статус республиканского фестиваля появился. На твой взгляд, это будет, может быть, какая-то очередная такая вот точка роста для него? Здесь, конечно, есть огромный виток. Потому что из, по сути, местечкового мероприятия, республиканский, это не просто название. Это выход на весь регион. И здесь в конкурсе мы это уже увидели, почувствовали. Потому что появились коллективы, очень мощные коллективы из других районов, из областей республики Коми. И получается, что уровень конкурса, он сразу повышает свою планку. И я думаю, что участники, которые традиционно уже были в фестивале, они это тоже почувствовали на себе. Планка конкурса резко повысилась. И я думаю, что в следующие годы мы будем развивать это направление, как раз таки и авторскую песню популяризировать с помощью вот этого большого нашего мероприятия. Ну и в заключение хотелось бы тебя попросить исполнить тоже композицию, потому что знаем, что здесь, как говорится, рояль в кустах, но у нас гитара под елю. Есть. Исполнишь что-нибудь? Да, обязательно. Итак, друзья, сейчас споем. Ох, все дела, дела разные, высоко солнце красное. Эй! Сколько ты печи, хочется лежать мне, только ты хлебушка во поле не пожать мне. Сколько ни лежи, протирай кирпичи, сколько ни торчи, кирпичи не калачи. О, вставал я ранюшенька, О, умывался велюшенька, О, все дела, дела разные, Высоко, красное. О, на печи опять хочется лежать мне, Так на молодь без зерна не выбивать мне, Сколько не лежи, протирай кирпичи, Сколько не торчи, кирпичи не палачи. Бампа, 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 Тудей да, бампа, работа, бей! Эй, эй! Изба, то молодьба, что ни день, то колодьба, То рыбалка, то охота, то работа, то забота, то дрова, То надоль, вороной, вороной, Бахота, да яга, да нынче нужна всякота. Эх, жаль, что в амбары не берутся самовары Жалко, Дуня, что в амбары ходим не по парам По тебе затасковал моя родная печь Чувствую, сегодня на тебя мне не прилечь О, вставал я ранёшень Умывался белёшень Один в поле не воин Эта поговорка актуальна во все времена Без поддержки сложно делать важные шаги в жизни В этом году Россия особенно чествует педагогов и наставников Людей, которые направляют, помогают и учат О таких людях в нашей специальной рубрике Первый человек, который встретил меня Но, собственно, в моём будущем, первом будущем отделении Это совершенно чудесный, волшебный, достойный всяческих эпитетов Прежде всего, добрейший человек с большой буквы Валерий Петрович Шишуков Вот он буквально в начале прошлого года всего лишь вышел на пенсию Имея стаж 51 год Почти 51 год именно в детском здравоохранении В педиатрии, в неонатологии И первые месяцы в детской республиканской больнице Я проработал, проходил интернатуру под его руководством И был у него в отделении Огромную роль в моём профессиональном становлении Сыграло заведующее отделением, куда я перешёл И которое я вот и по сегодняшний день возглавляю Это Римма Аркадьевна Потёмкина Человек, который, можно его считать основоположником Вот именно вот этого сектора выхаживания Недоношенных именно маловесных детей Вот как специализированного раздела педиатрии и наонатологии Человек высочайшего профессионализма Вот какого-то запредельного чувства Вот такой глубинной ответственности перед ребёнком Перед его мамой Человек, который подсказала, показала Мне огромное количество вот именно таких вот Профессиональных тонкостей Которые и до сегодняшнего дня В общем-то, ну, такой базис клинический У меня и составляют Благодаря им вот эти необходимые компоненты работы Профессиональные и вообще жизни Вот у меня благодаря вот этим людям Я отношу и всегда про это говорю И горжусь тем, что мне посчастливилось И учиться, и не столь много Но, тем не менее, всё-таки контактировать по-человечески С корифеем нашей наонатологии Николаем Павловичем Шабаловым Это один из основоположников Вот именно микропедиатрии и наонатологии Тогда ещё в Советском Союзе Человек потрясающих энциклопедических познаний В любых аспектах педиатрии Автор многочисленных учебников Ему на сегодня 83 года Но Николай Павлович до сих пор И преподает, читает лекции И вот сама атмосфера вокруг этого человека Она просто грандиозная, потрясающая, гуманистическая Вот это мой идейный вдохновитель Может быть, в менее практической точке зрения Но в мировоззренческой и в общем профессиональной, да Наша программа прекращает бороздить просторы информационного поля Но лишь ненадолго Совсем скоро мы вернёмся на ваши экраны Не переключайтесь Мы вновь врываемся на ваши телеэкраны Студия 11 рада поделиться хорошим настроением с вами Вот о чём пойдёт речь во второй части нашего выпуска Новым гостем программы «Детали со вкусом» Стала президент Федерации художественной гимнастики Республики Коми Ольга Куклина В еде она ценит лёгкость, а в гимнастике красоту и пластику движения Каждое выступление, по её словам, это небольшой спектакль Впрочем, шеф-повар на кухне тоже всегда артист и творец Для зрителей нашего телеканала Ольга Куклина приготовила яркие, вдохновляющие блюда Салат из креветок и мандаринов и фаршированные перцы Студия 11 о том, что вы увидите в вечернем эфире Я приветствую всех, кто любит вкусно поесть и провести время в приятной компании В эфире «Детали со вкусом» Здравствуйте В хорошей компании всегда всё получается вкусно И разговор идёт легко и непринуждённо Мастер спорта СССР по художественной гимнастике Ольга Куклина Рассказывает, как мама привела её в спортивную секцию Девочка росла болезненной, поэтому в семье решили Спорт – это то, что надо Начинала тренироваться без всякого энтузиазма На первых соревнованиях заняла последнее место Но трудности только закалили характер У нас, знаете, мы раньше тренировались, у нас не было вот этого спортивного мягкого ковра Ага, вот так Тренер Татьяна Ивановна Тюпенко привезла мягкий бортовый ковёр Сейчас, продолжает разговор Ольга Куклина, гимнастика сильно усложнилась И эта гонка за техникой иногда заслоняет выразительность выступления У нас как бы тоже была сложность в своё время Но именно вот эта вот красота и пластика движения На это ещё больше уделялось времени По словам Ольги Куклиной, тренером она стала случайно Попросили позаниматься с детьми Так всё и пошло своим чередом За тем, как учатся ваши воспитанницы, вы следите? Чтобы они были не только хороши на выступлениях, на ковре, но и... А вы знаете, это очень часто сочетание Потому что спортсмен, не умеющий мыслить, принимать какие-то решения, то есть он и не справится на площадке За разговором о гимнастике ведущий и гость программы «Детали со вкусом» Дружно нарезают салат и фаршируют перцы И вот приближается момент дегустации Итак, чудеса монтажа и телевидения И мы вот достаем уже наши перцы, наконец-то Так, и помятую о том, что там сейчас будет жар Всё вышел, такой опа, такой педи Ёпа! Оууу, красота какая! Смотрите, «Детали со вкусом» сегодня в 20.00 на Юргане и завтра в 17.45 на ОТР Ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников Национальный день донора Он посвящен в первую очередь самим донорам, людям, которые сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день также посвящен и врачам, которые проводят забор крови и переливают ее нуждающимся. Накануне я узнала, с чего начать, чтобы стать донором. Давайте начнем со статистики. Если говорить о количестве доноров, за последнее время их стало больше? То есть охотно ли люди приходят сюда и делают такое доброе и нужное дело? Действительно, в последнее время наблюдаем тенденцию к тому, что больше принимаем доноров кроводачи. Доноров, потому что возникает потребность, и мы это наблюдаем, и действительно есть статистика, в клиническом применении большего количества эритроцит, содержащих компонентов крови. Это доноры крови. Мы готовим эритроцитарную взвесь. Сегодня более современный компонент крови, лейкоредуцированный, который максимально безопасен. И по иммуногенности, ну и по инфекционности. Такая статистика не радовать не может. И как вообще можно человеку стать донором? Просто прийти сюда, допустим, в Сыктывкаре? Действительно. В принципе, здоровый человек сегодня может стать донором крови. Для этого нужно обратиться к нам в Сыктывкаре. У нас есть филиал в городе Ухта, Воркута, Инта, Печора. Все есть отделение переливания крови. Но хочу сказать, что мы работаем, конечно, по заявкам. Какая есть заявка с клинических организаций, с больниц, с центральных республиканских больниц, с республиканских больниц, по пациентам, какие пациенты нуждаются, в каких компонентах, мы те компоненты и заготавливаем. А в принципе, любой человек, если он хочет впервые стать донором крови, ему нужно вести здоровый образ жизни. Это должен быть здоровый человек. Не после острого инфекционного заболевания вирусного и так далее. Должно пройти хотя бы месяц. Он должен с паспортом, с НИЛСом обратиться к нам или записаться через портал госуслуг. Есть такое понятие, как донорский светофор. Что это такое и как он работает? Во многих регионах Российской Федерации для удобства работы службы крови придуман донорский светофор. Что это такое? Это программка, которая подсвечивается в социальных сетях различных. И мы, управляя этой программкой, программкой БОД, можем показывать населению республики, какая потребность в каких компонентах крови. И какие группы крови нужны сегодня в донорском центре. Прямо сейчас мы находимся в обновленном зале донорского плазмофереза. Поздравляем вас, так скажем, с новым открытием. Спасибо большое. Действительно, нам удалось провести небольшие ремонтные работы, приобрести оборудование небольшое, кондиционер, шторки и так далее. И удалось правильно распределить доновские потоки. У нас теперь есть зал кроводачи, зал доновского тромбоцитыфереза, афереза, и зал плазмофереза. Мы перешли в этом году от старых дискретных методик заготовки плазмы на пакетах, на гемоконтейнерах, к аппаратной аферезной плазме. Эта свежезамороженная плазма в клинике применяется при массивных кровопотерях и так далее. Ограниченное сегодня применение клиническое есть. И мы перешли от количества к качеству. Поэтому, конечно, пользуясь моментом, хочу сказать жителям города Сыктывкара, у нас есть запись на плазмоферез. Конечно, мы не можем принять всех в раз доноров, потому что сократилось клиническое применение тех объемов плазмы, которые были ранее. Потому что есть новые стандарты лечения и так далее. И поэтому мы сегодня заготавливаем более качественный компонент аппаратный. Какие группы крови у нас в республике самые распространенные и какие, наоборот, редкие? Мы наблюдаем в последнее время и последние годы, что самая распространенная группа крови по системе АБ-0, пациенты, то есть и доноров, мы принимаем со второй группой крови. Вторая резус положительная и вторая резус отрицательная. В Российской Федерации в целом считается и по многим регионам, первая группа крови, это самая древняя группа крови, скажем так, там распространена. А здесь вот со второй. А самая редкая? Самая редкая группа крови АБ-4+, АБ-4-3, третий резус положительный, резус отрицательный. Вот эти группы крови, мы наблюдаем потребность поменьше и, соответственно, принимаем меньше людей. Но запасы мы поддерживаем на необходимом уровне. Спасибо вам большое за информацию. И, конечно, поздравляем вас и всех сотрудников Центра переливания крови Сыктывкара с национальным днем донора. Благодарим. Спасибо большое. А мы, в свою очередь, поздравляем всех доноров крови и стараемся работать, чтобы все наши пациенты были живы и здоровы. В Иркутинском поселке Рудник до сих пор зима. Вот и пушистые дикие звери еще не поменяли свои теплые шубки. Доказательства на ваших экранах. Песца в белоснежном одеянии встретили местные жители в пасхальное воскресенье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подставляйте лица весеннему солнцу, открывайте сердца любви и дружбе, позволяйте душе почувствовать пульс жизни. На сегодня студия 11 завершает свою работу. Увидимся в эфире. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин